Дверь универсальной Салбанк. Устойчивое в динамичном. Коллеги из редакции интернет-портала «Регион-69» поделились с нами отснятым видеоматериалом. Салбанк. Устойчивое в динамичном. 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 По предложению Андрея Шевелева, члены правления Ассоциации Совет Муниципальных Образований Тверской области будет принимать участие в этих заседаниях. Заранее будут смотреть документы на них, скажем так, мнение муниципалитетов не только через Министерство территориальных образований, но и лично смогут высказать определенное свое мнение по тем нормативным правилам, которые будут рассматриваться. Не говоря о том, что есть возможность, когда в ходе оперативного совещания мы сможем задать и поставить вопросы в рабочем порядке отрегулировать с федеральными органами. Для муниципальных образований это важный шаг в совместной работе, говорит глава Сандовского района Марина Тихомирова. Как сделать взаимодействие более результативным, а как следствие более эффективным управлением на местах, обсуждалось на встрече губернатора с руководством муниципальных образований. На это, по сути, направлены и кустовые совещания глав районов с участием профильных министерств. Самое важное, говорит Алексей Титов, что это не пустой разговор, и в нем заинтересованы прежде всего они сами. Это позволяет и более оперативно приступить к реализации новых областных инициатив, федеральных законов и снять назревшие проблемы в районах. Огромное вам спасибо. Мне, как главе, который работает уже длительный период, я очень рад, когда вижу, что главы начали говорить. Говорить о проблемах, когда присутствуют министры и замминистров области администрации. Действительно, это располагает к разговору, когда там непосредственно где-то в муниципалитете. Потом хозяин муниципалитета какие-то вещи показывает, и мы знакомимся с хорошим опытом. Это тоже очень важно. Предложение губернатора области привлекать в эту работу также глав сельских поселений, ведь многое находится в их полномочиях. Актуальность этого вопроса показал визит Андрея Шевелева в Кимрский район. Во время своей рабочей поездки губернатор области посетил два поселения. Как оказалось, в одном случае власти на местах активно ищут возможности для развития разных сфер, в другом говорят о том, кто какие полномочия выполняет. Работать с главами поселений участники встречи тоже готовы. В свою очередь руководители районов подняли тему предстоящего отопительного сезона. Они рассчитывают на помощь области, но при этом сами бездействовать тоже не собираются. Глава Сележаровского района заверил, что вопросы, возникающие при подготовке к зимнему периоду, готовы решать совместно и изыскивать средства, в том числе и у себя на местах. Как отметил губернатор области, от ассоциации требуется подготовить предложение, которое будет рассмотрено на ближайшем совещании с зампредами. К другим темам. В Каннах завершился международный кинофестиваль. На нем много писали. Он был голамурен и как-то от нас чрезвычайно далек. Но и мы тоже не лыком шиты. Анна Шевчук встретилась с молодыми тверскими кинематографистами. Начали. Снимаем. Погнали. Первый, второй, третий, четвертый. Число дублей не счесть. Все начинающие актеры не жалуются. Самое главное – результат. А самое удивительное – это мое сердце. Оно начинает бешено стучать сразу в двух временах. Вся съемочная группа, начиная от автора идеи, сценариста, режиссера, заканчивая всеми актерами студенты тверских вузов. Фильм создавался, по сути, для студенческой весны. Это был единственный конкурс, на который мы планили его выставить. Поэтому все актеры, соответственно, набирались с политеха, с нашего факультета, с женерно-строительного. И не было никакой-то изначальной цели пускать его на дальнейшие конкурсы. Те команды творческих мы были изначально объединились за то, что мы вместе участвовали в студенческих веснах. Ну, только в разных факультетах, разных вузов. Но общее нас это объединяет именно студенческие весны. Все как в настоящем большом кино. К съемкам готовились основательно. Перед вальцем на одной из площадей в Санкт-Петербурге актерам пришлось изрядно попотеть в зале. А вот что получилось в итоге. Мурашки по спине. Я не знаком с ней еще, но я уже знаю, что буду любить ее всем сердцем. Видимо, это то, что все называют судьбой. Как же все просто, ведь есть только этот миг. Съемки развернулись сразу в двух городах – Твери и Санкт-Петербурге. Сразу хотел снять фильм в Санкт-Петербурге, потому что это город, который создает свою атмосферу. Независимо от сюжета, независимо от того, что продолжится, я точно знал, что надо часть фильма снимать в Санкт-Петербурге. Ну и, соответственно, как-то сценарий постепенно придумывался, придумывался, придумывался. В итоге был создан штук один сценарий, причем они назывались сценарий последний, сценарий теперь точно последний и так далее. Но в итоге все забылось, было переписано буквально за четыре до отъезда в Санкт-Петербург. Фильм «Пожалуйста, останься со мной» – девятиминутная история о настоящей дружбе, любви и судьбе наших современников. «Я просыпаюсь сразу в 2011 и 2013 годах. Обычная программа, чай люблю, черный, зеленый. Я – это один и тот же человек, но разные – прическа, одежда, привычки. Я живу как студент и аспирант одновременно. Курю – ну почти. Что-то меня заставило бросить в будущее. И да, теперь у меня двойная прописка». Кстати, этот фильм претендовал на победу в крупном всероссийском конкурсе короткометражного кино. Но, к сожалению, стать хотя бы номинантом не получилось. Картина не набрала необходимого числа зрительских голосов. В любом случае, авторы не отчаиваются. В планах у них создание еще четырех короткометражек. Первая появится в ближайший месяц. 75 лет назад экипаж Валерия Чекалова совершил свой беспримерный полет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Сегодня об этом вспоминали в библиотеке имени Горького. Лекцию прочитали сотрудники Академии ПВО. Эту же лекцию послушала и наш корреспондент Евгений Щетинина. 75 лет назад пытливые умы российских летчиков таки отыскали кратчайший путь до Америки. Экипаж легендарного Валерия Чекалова совершил беспосадочный перелет из Москвы в Соединенные Штаты. В 1937 году, впрочем, как и сегодня, легких путей человечество не искало. Поэтому путешествия летчики решили проложить через Северный полюс, пугающий в те годы своей неприступностью. В библиотеке имени Горького на научной конференции преподаватели военной академии имени Жукова рассказали, что пришлось пережить испытателям за 63 часа в полете. Большое количество льда при стоплении на крыле самолета может привести к катастрофе самолета, потому что самолет может упасть. Экипаж, все это погибли. Экипаж Чекалова с мужеством перенес все трудности и все-таки совершил посадку. Правда, не в Сан-Франциско, как планировалось, а в Ванкувере. В топливном баке после всех приключений осталось всего 100 литров. Помимо легендарного полета Валерия Чекалова на конференции обсуждались и другие достижения советской авиации. Конференция подготовлена Тверской областной научной библиотекой совместно с Тверским государственным объединенным музеем. И по программе видно, что помимо тем о Чекалове, Громове, Туполеве, которые непосредственно связаны с этим перелетом, там будет выступать сотрудник музея, будет рассказывать о коллекции, уникальной коллекции Михаила Громова в нашем Тверском объединенном музее. Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Михаил Громов родом из Твери, а знаменитый авиаконструктор Андрей Туполев из Кимор. Благодаря его стараниям был сконструирован лайнер, перелетевший через Северный полюс. А модель этого легендарного самолета можно увидеть в славянском зале библиотеки имени Горького. Тем временем в Театре юного зрителя прошла пресс-конференция. Журналистов собрали для того, чтобы рассказать о грядущих гастролях из Великого Новгорода. Новгородские актеры покинули стены своего 12-этажного академического театра драмы имени Достоевского, чтобы провести три дня на сцене Тверского тюза. Для Тверского зрителя гастролеры приготовили исключительно комедии. Насладиться игрой новгородских комедиантов можно будет 29, 30 и 31 мая. В свою очередь, актеры Театра юного зрителя отправятся с ответным визитом в Великий Новгород в начале июня. То, что Новгородский театр сегодня у нас в гостях, это одно из первых таких наших мероприятий совместных в сфере культуры. И мы очень рады, что это именно театр. Потому что, как мы сами понимаем, искусство театральное и театр – это наиболее близкая всем людям форма искусства. И вообще все очень любят театр в Твери, поскольку наша Твери достаточно театральный город. Поэтому мы очень рады приветствовать театр. Мы очень рады быть на Тверской земле. Она нас гостеприимно очень принимает. И это радует. Буквально в июне месяце Новгородская земля будет принимать театр юного зрителя. Точно так же радушно. И на сегодняшний день мы привезли им одни из лучших спектаклей на суд Тверского зрителя. И в завершении программы телевизионный портрет нашего современника. Или, если хотите, героя нашего времени. Надежда Наумова работает в продуктовом магазине простой упаковщицей. Среди великого множества современников героя разглядела Елена Трофимова. Знакомьтесь, это Надежда Наумова. Продавец-консультант одного из продуктовых магазинов Твери. Об этой женщине в районе ходят легенды. Причиной фольклорных сказаний стала скорость, с которой работает Надежда. Очень хороший сотрудник, потому что сразу обслуживает. Сразу подходит, сразу берет и очень быстро. Просто не успеваешь смотреть, когда на тебя взвешивает все уже пакеты и все отдает. Очень вежливая и, знаете, даже не навязчивая. Не знаю, хорошая. Она работает давно, я здесь со дня открытия магазина бываю. Просто лучше, лучше не знаю, кто лучше обслуживает. Любую работу Надежда выполняет со скоростью света. Будь то банальный мерчендайзинг или упаковка овощей и фруктов. Что, кстати, привлекает немало клиентов. Ведь золотое правило торговли – клиент всегда прав. И его покупательская способность напрямую зависит от персонала. Обслуживание должно быть очень быстрым. Я считаю, чтобы люди ходили сюда. Я, допустим, каждый день хожу сюда. Мне очень нравится обслуживание. Все очень быстро, активно. Она молодец. Ловкость рук и никакого мошенничества. В шутку, говорит Надежда. На самом деле причиной тому с детства активный образ жизни. На самбо ходила. Занималась спортом. Полжизни спортом занималась. Потом вот так, уже лет 12 я в торговле. А перед этим спортивным баскетболом занималась. На соревнованиях. Вот откуда это все. Вот теперь здесь продолжай бегать. Профессиональный спорт пришлось бросить, когда Надежда стала мамой. Восьмилетняя дочь Полина привыкла к сверхскоростной родительнице. Ведь и дома Надежда не из медлительных. Родилась она в Твери. Закончила 47-ю школу в Литвинках. Говорит, очень любит свой родной город и его жителей. Каждый продавец, он вообще как психолог, он должен успокоить человека, во-первых. И саму, чтобы, и саму потом нервы тоже не железны. Профессии типа человек-человек требуют наличия компетентности во взаимодействии с людьми. Особенно, если люди грубы и хамоваты. Ну, у нас нет таких покупателей, честно. Вообще, за пять лет не было ни одного человека, чтобы вот так вот. Вот, молодцы они все у нас хорошие, все здороваются, все всегда нас любят. Вот, и мы их-то уже. Надежда – специалист высшей категории. Руководство уже давно предлагает ей перейти в администраторы. Но она отказывается. Считает, что неважно, как называется твоя должность или какими шагами ты идешь по карьерной лестнице. Главное – заниматься любимым делом. На этом все. Я, правда, вымок. До завтра и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова